Золотой тур Обязательно в этом году поедет домой с медалью. Мирталех, почему золотой тур и почему именно сюда ты приехал? Да еще практически больше, чем месяц до самого турнира. Попробую, я хочу благодарить тебя за такое условие, что ты создал для нас такое прекрасное условие для тренировки. Тут все есть для нас. И мы все знаем, что золотой тур – это пик нашего спорта. Мы все хорошо знаем, что спортсмен, который не завоевал медаль в золотом туре, не может хвастаться другими достижениями. Я думаю, что для меня тоже пришел момент взять медаль. Я много планов попал в историю своей страны, в план этого спорта. Я хочу первый раз золотого тура в супер тяжелом весе. Ну, взять золото, серебро. Ну, я золотым пришел, но это никто не может заранее говорить. Хочу первый медаль, чтобы это с моим именем было связано. Для результатов профессионального уровня надо профессиональный подход, а профессиональный подход – профессиональная тренировка. А где, если не в золотом туре тренироваться, а в профессиональном уровне? Поэтому выбор ясен. Хорошо. Ты акклиматизировался, приехал в золотой тур. Уже был несколько раз в этом зале. Что тебе понравилось, а что тебе нет? Мне не нравится то, что я не могу выйти из зала. Прихожу по плану 20 часов тренироваться, тренируюсь в 4 часа. Только это мне не нравится, что зал охватывается в ладыка. Все идеально, все прекрасно. Были такие вещи, которые я пришел сюда, мои глаза искали, я думал, что этого нет. Через 5-9 мне все нахожу. Все есть тут идеально, все. Я могу сейчас цельно работать над своими проблемами, которые у меня слабостые были, моменты, нюансы. Я вижу такие тренироважеры, что мы в мыслях думали, что, а может, когда такое будет, оказывается, тут же есть готовый. Перемеряем нашего атлета. Посмотрим, как он будет делать натяжку и упражнения на пальце. Ну и, естественно, имеем возможность сравнить его с теми атлетами, которые уже мы перемерили. Ну, конечно, если кто-то приезжает в золотой тур, как же быть с подарком? Виталек, это все тебе. Я распечатаю сейчас эксцентрическую ручку. Она вот у нас формата меньшего. Почему? Потому что это строго под его пальцы. Мы сегодня измерили, подбирали ему ручку под тренировки на пальцы. Я также не всегда с такими окорочками. Портсмель имеет длинные пальцы. И все уже как леворода. Итак, что мы будем делать? Сначала, как всегда, сделаем пальцы. На тренажере, на регулированном блоке. А потом сделаем натяжку с помощью лямки. У нас же есть прибор для того, чтобы это все перемерить. Теперь это уже стандарт. Мы не можем выполнять упражнения, которые не будем точно знать, сколько там килограмм. Теперь уже любительского подхода не будет. Граничители работают. Спортсмен не травмируется. Начнем с самого банана. Сколько он весит? Мертолек. Ну, скажу так. 300 грамм – это твоя новая футболка. Думаю, приблизительно сколько весит. Поэтому сейчас начинаем делать измерения. 13 сантиметров. Сколько у нас ладон? 31 сантиметра. Теперь ставим руку вот так. Его высота предплечья – 29 сантиметров. Само запястье – 21 с половиной. Предплечье – 48. 56. Метр 83. Рост. А ты, Мертолек, делал упражнения на пальцы вообще здесь уже? Или еще не пробовал? Это желтую большую попробовал. Но? Не знаю. Я понял, что у меня пальцы слабые. Оказывается, у него пальцы слабые. С этого и начнем. Угол атаки. Хороший, отличный. Кстати, на тренажерах мазуринка применяется специально вот с такими усиками продвижными. Практически с любой стороны мы можем подставить эти усики с этой или с другой стороны. На самом деле, спортсмен это упражнение не выполнял. Мы видим, как пальцы немножко подгибаются. Когда пальцы сильные, они вот так вот, вот так как-то там. Они не стоят. Они просто стоят жестко. А это упражнение самое важное. Почему? Потому что мы берем захват. Вот, пусти захват. Вот. Видишь? Вот мою. Не вот так. Не там как-то так. Вот. Это вот. Это твоя ручка. Моя пальца восемь. Диспропорцию в пальцах нужно выравнивать. Потому что, если ты не будешь иметь пальцев, никакой бицепс, никакая натяжка тебе не поможет. Или у тебя есть тактика. Майкла Тодда. Мне пальцы не нужны. И так оно на самом деле есть. Он борется вот так. Ну, как он борется, мы все знаем. Его любимая техника кингзмов известна теперь на весь мир. Ты же так не борешься. Поэтому тебе нужно иметь пальцы. Пальцы, кисть, натяжка. Вот. Мы видим, как пальцы атлета неравномерно изогнуты. То есть, мои пальцы равномерно держат этот вес. А у Мертолеха эти пальцы получаются вот каким-то вот таким макаром. Вот. Теперь же мы будем делать, выполнять упражнения следующим порядком. Ты просто берешь ручку, вот так, натягиваешь одной рукой, вот, и отпускаешь. Только не двумя руками, а одной рукой. И будем определять до момента, пока уже тебе рука не в состоянии будет держать этот вес. Один из сильнейших атлетов в мире. Алексей Семиренко вот здесь, на этом тренажере, именно на вот этом тренажере, на вот этой половинке, делал трицепс со 160 килограммами. Пришлось на него привязать 50 килограмм, да и самому еще поддержать атлета, чтобы он мог выполнить вот это упражнение. Были такие, которые, скажем, и натяжку делали. Не только один стос, но и все. Одним из таких атлетов был Гжегош Новак. Этих двух парней представлять вам не надо. А Гжегош тогда выиграл и в Гене Криквине, и в других атлетах. И занял супертяжелой весовой категории, плюс 95 килограммов, третье место. Итак, вес уже приличный. Делаем только на один раз, чтобы не забиваться. И попробовать поставить какой-то своеобразный рекорд. Этот рекорд, подожди, Мирдалех запомнит, запишет себе. И будет стараться до конца своего тренировочного процесса, перед золотым туром, естественно, улучшить результаты на мальце. Погнали. Да. Но уже очень сложно. Я думаю, что нужно будет не целую плитку, а два с половиной поставить. Ну, левой намного легче. Ничего страшного. На самом деле, честно говоря, во многих атлетах пальцы не самое сильное звено. Не самое сильное. Ну, есть. Намного сложнее, но и пальцы выровнялись. Под весом даже пальцы выровнялись. Слева, я думаю, что спокойно потянет еще одну плитку. Это уже был предельный вес. Левая. Легко. Очень легко. Сейчас мы вес, который ты сделал правой рукой, перемеряем и возьмем, как исходную для твоей правой руки. Тридцать один триста. Здесь погрешность только в сто граммах. Половина от того, что делают атлеты, борющиеся на Вендеке. Есть над чем поработать. Пробуем тогда левой рукой. Правую руку уже не мучаем. Берем, пробуем левой рукой. Левая рука, кстати, идет очень хорошо. Ну, левой рукой отлично. Берем одну плитку больше или половинку. На этом блоке 16 плиток по 5. Если 13 плиток мертолек потянет, мы это все перемеряем. И будем начинать другую часть нашего челленджа. То есть, натяжка уже рука отказывается. Значит, вес у нас получается чуть меньше. 42,6. Если я говорю 45, то это наверняка не на левую. Я думаю, что на левую ты спокойно 50 возьмешь даже больше. А на правую, да. А твоя задача дойти правой вот сюда. 42, 45. Левая рука подходить под 55, 60. Это будет такой результат, которым ты можешь совершенно спокойно на левую руку заходить в кризис. Но сейчас мы перемеряем еще и натяжку. Потому что натяжка с пальцами завязана прямо пропорционально. Если у атлетов какого-то будет натяжка 70, а твои пальцы будут только 50, то ты сам понимаешь лук. Ты его не потянешь. Поэтому то же самое случилось. По идеале вжог Андрей Пушко. Андрей Пушко скорее было по пальцам 60, скажем, килограмм. А у Олега жога было 106 на натяжке. Невозможно. А не вбок, а не на себя. Невозможно ничего было сделать. Андрей Пушко ждал. Оставляю, опускаем ниже. Это приблизительно вот так. Как правило, в атлета, которого натяжка больше, чем на пальце, можно говорить о диспропорции. Так, чтобы говоря, написано и описано в моей будущей книге. Но борцы выбирают свою технику. Выбирают свою тактику. Каждому индивидуально. И не всегда эта теория, так званая теория диспропорции или пропорции варбрестлинга, срабатывает. Но, тем не менее, мы сегодня делаем натяжку. И мы узнаем, насколько пальцы слабее от натяжки. Точнее, все перемерем в килограмм. Хорошо. Предпоследняя пятнадцатая плитка. Вертолек попробует сделать это на левую и на правую руку. Пока что идет ровно. И на ту, и на ту руку получается нормально. Ну, не настолько легче, но все равно. И видите, какая разница вроде бы. Пальцы слабее, натяжка сильнее. И наоборот, левая рука, пальцы сильнее, натяжка слабее. Рубикон перешагнули. Полный ряд плиток наложили. Начинаем подкладывать еще дополнительные веса. Кстати, вот тут было два с половиной, тут два с половиной. Что означает тоже одну плитку. Если это все мы загрузим, переходим уже накладывать на эти усы. Один, Гжегович, вот этот новок, возвращаясь к этому парню, на кисть делал 168 килограммов на 12 раз. Ему помогало. Три парня давала гантелю. Эта гантеля, это вот. Закладывали все, возможно, там есть специальные такие блины под это, по 11 килограмм. Такая огромная-огромная получалась гантеля. И этот парень еще эти десятки брал. Короче говоря, это выглядело просто как монстр. И он брал, ему подавали на колено, и он... Когда Гжегович боролся, он никогда не проигрывал вот так. Он мог проиграть вот так, но вот так, через пальцы, это невозможно. Тяжело, но можно. Хоть уголок не разъезжается, но держит. А это важно. Это был предельный вес, а мы переходим перемерять этот вес и сказать вам четко, сколько здесь было. А померять будем вот теперь так, следующим образом. Теперь это мы подсоединяем к нашему тренажеру. Крючочек вот сюда, а вторым вот сюда. И мы сейчас натянем это аккуратненько на себя. Вертолей, двумя руками натянешь, а я возьму... Здесь поставлю... Давай, двумя руками. Вот-вот здесь двери. Натягивай. Стоп. Все. Спускаем и фиксируем вес. 56,2. Хочешь знать, сколько цыпленков потяну? Не боюсь, не знаю. Ну, я ему скажу. Вот мы и закончили наш челлендж с Миртолехом Аслановым. К нему мы вернемся 10 ноября. 10 ноября поставим жирную точку в его подготовке к золотому тур. Насколько увеличится результат? На 10%, на 20%? Мы узнаем через месяц. На сегодняшний день могу сказать, что Миртолех Асланов приехал в золотой тур для того, чтобы готовиться к самому важному событию в его карьере. Золотой тур, Кубок мира среди профессионалов, один из самых важных турниров в мире, собирает именно таких парней, как Миртолех. Пожелаю ему удачи и до встречи через месяц. Продолжение следует...